Ладно, вернулась, решила сделать красивый фильтр, чтобы быть хотя бы красивой эти полчаса. Продолжать. Первый раз в жизни, мне кажется, я делала прямой эфир, два с половиной часа. Но тут эфира я не сохранила, потому что мы полуэфира говорили про зубы, да про что ещё. Эмочка, любимая моя, куколка, как дела, дорогая, любимая моя? Банками массаж уже не делаю, я просто делаю вот, вот это вот крутейший массаж. Вы видите, во-первых, берёте пальцы и настолько сильно давите, и давите её такими движениями наверх, наверх, наверх. Очень важно отрывать уши, обязательно. Вы знали это или нет? У некоторых уши очень мягкие, у некоторых уши приклеены. И тем, и другим нужно обязательно всегда вот так вот отрывать уши и делать массаж. Вот прям берёте за уши себя и массируете. Берёте вот эти вот виски, вот здесь вот эта мышца идёт большая, и вы её тоже вот так, где она прикреплена, вы её тоже массируете. Вот здесь нужно обязательно массировать, массировать. Мой храпит, не буду спать. Ну, мне сказали, что банками кожа может растянуться, что это уже в таком, как бы, в моём возрасте уже банки лучше не использовать. Кожа не растянется, вы же пальцами делаете, вы же нажимаете, вы же не тянете кожу. Вы берёте мышцы и на мышцы нажимаете вот так, когда умываетесь. И даже вот здесь, вот здесь, вот здесь надо обязательно массировать. Сколько времени утром, вечером умываетесь там, ну, помассировали там, ну, пару минут. Вот так вот прям. Вот эти места обязательно, вот эти, вот эти. Самое главное, вот височные вот эти части, прям офигительно чувствуется разница, когда, когда массируешь голову, чувствуется, как у тебя прям лицо, мышцы, они прям у тебя в тонусе становятся. Зубы, уши, глаз, хвост, хороший эффект. Да, ребят, ну что делать? А кто вам ещё скажет, если не я, про уши, про зубы, про губы, про нос, про всё остальное? Для чего массировать? Чтобы мышцы вот эти не ослабевали, вот эти мышцы. Чтобы они прям, можно даже так пальчиком нажимать, видите? Обязательно. Вообще очень круто ещё, знаете, что делать? А сейчас я включу кондиционер, потому что жарковато. О! Ой, заел. Забыли. 28 у меня в комнате температура. Ещё что хотела сказать? Что-то ещё хотела сказать. Спокойной ночи, все, кто пошёл спать, спокойной ночи. Что ещё хотела сказать? Так. Да, каркас лица, чтобы держался всё правильно. И... Нет, это не мои волосы. Мои волосы вот я сейчас отращиваю. После того, как у меня отвалились все после блендера, то вот мои волосы сейчас, наконец-то. Были вообще вот здесь ребята просто вот так отвалились, прикинь. Вот такие влюбленные волосы. Ну, не все, конечно, понятное дело. Но верхние, они же ещё больше, там солнце и всё. Они были просто вот такие. Чёлка у меня отвалилась, которая даже не... Дочка спит давно уже. А чёлка была вот такая у меня. Сейчас хоть отросли. Сейчас я вот отращу их все своей одной длины. И потом сниму. Пожалуйста, заметьте меня. Уже заметила. Ногти нет, не нарощенные. Вы что? Какие нарощенные вообще, короткие. Я делаю... Я, короче, прихожу к своему... К своей девочке, которая делает паникюр. И я говорю, пожалуйста, под мальчика. И можно просто прозрачным. И вот под мальчика прозрачным мне так нравится сейчас. Прям лучше всего. Молоко почему нельзя? Потому что... Ох, почитайте книгу, я вас умоляю. Пожалуйста, китайское исследование. Это профессор американский, который изучал... Который изучал проблемы... Почему китайское исследование? Потому что это был заказ... Ну, как бы был заказ из Китая, из одной провинции, где огромное количество людей страдало раком. И они изучали, как питание влияет вообще на организм. Они делали потом также испытания на крысах, которых разделили на три части. И так, одни из них были полностью на... Исключили продукты животного содержания. Мясо красное, все мясо красное. Молоко, яйца, вот все-все животное. Не знаю, вегетарианцы, да, наверное, веганские были. Эти крысы, вообще ни одна из них не болела раком. Другие были комбинированные. У них были там частями. А третьи кушали мясо, молочко. Все, как у нас в детстве вот это учили. И у них был там огромный процент заболевания рака печени. Вот. Поэтому почитайте. Вообще, как... Я раньше молоко любила безумно. Особенно в детстве. Мама меня называла молочная душа. Я очень любила молоко. Но тогда молоко было коровье. Но и все равно, да. И молоко было все-таки экологически чистое. Потому что эти наши коровы, они ходили, кушали эти травы, которые росли. Не было вот этого всего, вот этого страшного, как сегодня. Но сейчас уже я вот, допустим, вообще молоко не... Но если вдруг когда-нибудь такое бывает, хочется капучино, допустим. Ну, совсем редко. Раз-два раза в год. А, китайские исследования можно на YouTube послушать, кстати. Видите? И, да, лактоза, казеин. Вот это все как раз влияет. Как оно влияет? И иногда я выпиваю этот, там, допустим, капучино с молоком обычным, когда нет растительного. Как мне потом плохо. Потому что когда ты полностью избавляешься от молочки, потом ты увидишь разницу. Не творог, я тоже не ем. Викуля, пожалуйста, поздравьте Ия с днем рождения, прошу. Ия, с днем рождения тебя, дорогая. Ия, это девочка, да? Или мальчик. В любом случае, Ия, с днем рождения. Мы сегодня всех поздравляем с днем рождения. У мусульман может быть четыре жены. Ты смогла бы мужа делить с другими женами? Нет. Я бы не смогла своего мужа делить ни с кем. Если бы мне пришел муж и сказал, что я хочу жениться, я бы сказала, милая, тогда я выйду замуж. Ты Сабиры знаешь? А, нет, Сабира, я дала Сабину. Нет, не знаю. Мотиватор, спасибо, спасибо. Расскажите, я выбрала людей, с кем дружить, как дружить, любить сердцем, разумом. Тоже в своем бьюти курсе, онлайн-курсе «Женщина на миллион» мы говорим про это. Мы разбираем, говорим про наше общество, про наше окружение, как оно нас влияет. Потому что нужно иногда говорить до свидания некоторым людям, которые в твоей жизни тебе ничего не дают в развитии. Это очень важно, потому что когда люди тянут вниз, ты не можешь порхать и лететь наверх. Поэтому либо они с тобой вместе развиваются, либо ты им говоришь, извини, но я должна идти дальше. И я так делаю в жизни тоже. И козье молоко, и сыр, и любое молоко вообще, неважно чье, все животное молоко. Работали, и к нам приходили, показывали ваши фото, и все хотели цвет помады, как у вас. Я выпускаю свою помаду, которая уже в сентябре запустится. Поэтому ждите, она скоро будет. Если бы у вас был один миллиард, что бы вы первое купили? Ой, какой классный вопрос. Давайте подумаем, как бы я миллиард свой начала тратить. Ну, конечно же, в первую очередь, я бы всем своим родным и близким купила бы дома. Классные. И где-нибудь, где тепло, красиво. Маме бы купила с виноградником каким-нибудь, с таким садом большим. Вот. Потом я бы очень много денег инвестировала в создание, все-таки переработки вот этой всякой хрени. Потому что, в принципе, я даже не знаю, на что еще тратить деньги. Мне вот ничего не надо. Я настолько счастливый человек, что нет того, что бы мне вот хотелось сегодня купить. Ну, вот, кроме, да, допустим, для своих родных. И я бы с удовольствием инвестировала в то, чтобы вот нашу экологию, нашу планету спасать. Очень бы серьезно. Вот, допустим, вот сейчас то, что произошло с Ноттердам-де-Пари, да, деньги собрали. И все те деньги, которые собрали на восстановление вот этой Ноттердам-де-Пари, можно было избавиться от вот этого огромного острого пластика в океане. Потому что у меня сердце болит. Я когда вижу, что страдают животные, у меня болит сердце, мне плохо. Мне это важно. Вот меня это прямо беспокоит. А потом, с другой стороны, что еще нам нужно? Вот что нам, смертным, нужно? Ну, мне просто хочется, чтобы мои дети и вообще наши дети, наше будущее поколение видели мир прекрасным, зеленым, красивым, полным растений, животных, каким мы его видели в свое время. Ну, куда еще можно было бы, допустим, инвестировать более выгодные деньги, чем вложить это в развитие и спасение нашей планеты? Ну, вот как-то так. Что я сейчас читаю? Ну, вот я читаю ту книгу, с которой мы чуть не подрались, про квантовую физику. Ну, помните, нет, эту историю? Ну, правда, я прочитала полкниги, еще половина осталась, просто в следующей поездке уже, наверное, почитаю. Насчет России у тебя душа не болит. У меня болит душа насчет нашей планеты. Я не разделяю ее на Россию, на Грузию, на Армению, на Францию, на Италию. Для меня планета – это моя мать, которая меня родила. И вот для меня, у меня душа болит вот за это. Разница в возрасте, несмотря… Конечно, разница в возрасте, наверное, важна. Но смотря в какую сторону. Нужно всем становиться вегетарианцами. Хотя бы отказаться от красного мяса и от лосося и тунца. Ну, вот хотя бы от таких вот вещей. Сардиньки, вот эти все можно кушать. Эндосферу делала, очень нравится. Я считаю, что это лучшее средство сегодня для того, чтобы было подтянутое тело и так далее. Какая кефирная изъеда? О чем вы говорите? В России животные защищены. Давайте не пользоваться пластиком. Я покупаю воду в стеклянных бутылках. Конечно, она с крышкой пластиковой, но я стараюсь как могу. Я вот прихожу и говорю, пожалуйста, зачем ненавижу, когда мне приносят с трубочкой сразу, с пластиковой сок или что-то. Я всегда говорю, я говорю, пожалуйста, спрашивайте. Сейчас очень большая проблема. Спрашивайте, нужна мне трубочка или нет. Можно это как options, чтобы это было. Вы приносите, я не пью с трубочкой, мне неприятно даже через пластик пить. Понимаете, сколько людей каждый день тратят эти трубочки, которые засоряют нашу экологию, наш океан. Про отбеливание уже говорили, ребят, тысячу раз. Сделала для вас видео, записала, скоро выложу про отбеливание. Уже прям по сто раз одной тоже не хочется. Почему лосось и тонца? Потому что он просто исчезает. Вообще на грани исчезновения. В момент именно Бейонсе, похоже, да ладно, такой первый раз, слышу. Я беру пакеты в магазинах от вещей. А, не беру пакеты. Да. Давайте еще. English. We were just talking about plastic, how disgusting it is that what we've done to the world with this freaking plastic. And I was trying to say that you guys should avoid to use these straws and the plastic bottles. I was just showing, like, I'm trying, I'm always trying to buy glass bottles. And that really hurts. That hurts. For the last, I was watching this Netflix documentary, and they say, for the last 50, 40 years, we've killed 60 or 70% of population of animals on the planet. And this is scary. And we're still killing them, using all this plastic and stuff. Тут иногда хотят знать, о чем мы говорим. My English is amazing, darling. And I can bet you don't speak the same way that I do. So, алкоголь вообще не приобретели вообще уже очень давно. Я, конечно, вот сейчас на свой день рождения, когда была в этом, на Формуле-1, я там выпила пару бокалов Шампаска, потому что просто вот этот Формула-1, это был просто стресс для меня. Все, музыка вот эта вот, все вот это вот, ох. Я думаю, ну ладно, я выпью, просто чтобы хотя бы вот там переносить эту музыку, не так стрессово. Но у вас головы импланты или филлер, или только филлер? Если я вам скажу, что у меня ни имплантов, ни филлеров, вы же все равно не поверите, правильно? Вот такой глупый вопрос, как быть с презервативом. Презервативы сделаны из резины, они не сделаны из пластика, если вы не знали. Такие глупые вопросы мне еще ни разу никто не задавал. Господи, боже мой. Что продлевает молодость? Зарядение. Что продлевает молодость? Позитивное мышление. Что продлевает молодость? Уход за своими органами. Ответила на ваш вопрос? Ой, какой кофе вкусный оказался. Что-нибудь, кофе хочется. Что-то я с вами проболтала и кофе остыл. Лицо на самом деле как маска. Это я сейчас надела фильтр просто. Поэтому кажется, что оно такое как маска. Про лицо хотите? Ну давайте, что еще про лицо хотите? Спасибо за ваши комплименты. Что про лицо? Раньше хлебку покупали в деревянных лотках, а теперь каждый упакован, перепакован. Вы знаете, я недавно летела и думаю точно. Думаю, ну как можно сократить пластик? Давайте напишем письмо в Аэрофлот. Допустим, если это про Россию говорить. Открываю я косметичку. Ну ладно, беруши в пластике. Хорошо. Еще можно согласиться. Ручка в пластике, блин. Одеяло в пластике. Подушка там чуть ли не в пластике. Ну можно же, не знаю, просто это одеяло перевязать какой-то ленточкой. Не знаю, ну или резиночкой. Ну зачем столько пластика? Представляете, сколько рейсов летает, допустим. И все время вот этот пластик, пластик, пластик. Я вот пока сошусь, допустим, когда лечу, сниму пластик оттуда, пластик оттуда. У меня вот такая гора пластика. Только у одного пассажира, чтобы я долетела куда-то. Я вот думала и думала, думала. Может быть нам написать в аэрофлот письмо. Может быть пусть они станут первыми, кто откажется от пластика в таком количестве. Как вы считаете? Бумажные? Ну есть же уже, ребята, вы знаете, что уже создали пластик из растений? Вы знаете это? Что уже есть пластик из растений, который разлагается, который безопасный? Ресницы нарушены. Не знаю, портят или не портят, смотря как носить, наверное, все-таки. Я ресницы ношу много лет. Ну сейчас у меня фильтр ресниц, сейчас их нет. Но я могу сказать, что я без ресниц не могу. Удобно просто очень. Астрал или сознание, сознание, сновидение? Ну нет, не совсем так. Нужно поставить в России баки для пластика. Баки для пластика, да, их нет. Да, органические пластики есть. Вы не знали об этом? Бороться с растяжками. Я вам, кстати, прежде чем... Кстати, девочки, запомните одну вещь. Вот это очень важно. Я хочу, чтобы вы рассказали это каждой своей подруге, каждой своей сестре и всем, и всем, и всем. Смотрите, когда вы беременете, и когда у вас начинает расти живот, он начинает, как, в принципе, все, и бедра, и живот, начинает чесаться. В первую очередь, никогда не чешите живот, когда вы беременны, и когда он чешется. Потому что в этот момент натяжение кожи такое сильное, что вот вы своими ногтями создаете эти растяжки. Его нужно гладить. Вот если чешется, просто вот так гладьте. Ну, крема обязательно, кремы, да, и масло. Но именно вот эти вот как бы движения у меня знакомая одна вот так вот чесала с удовольствием. Так все чесала, значит, ногти были длинные. Она начесала себе вот такие растяжки. Это может порвать кожу. Это просто на всякий случай тому, кто вот только вот еще не знает, чтобы потом не спрашивали, чем убирать растяжки. Я раньше долго курила. Я курила, может быть, месяц своей жизни один раз, потом месяц, второй раз. Ну, как бы вот частями там по месяцу. Никогда не была курягой. Холодный кофе уже невкусный прям. Правильно нароченные ресницы не портят свои, но правильно нароченные, правильно, как сказать, когда вы правильно за ними ухаживаете, то нет. Нет, потому что иногда, конечно, нужно делать перерывчик, маслица мазать какое-то время. Давайте напишем птицу против фестиваля мяса в Китае. Я просто мне пишут, я вижу, вы мне в личку пишете про эти истории с собаками. Ребята, ну как я могу просто помочь, я не знаю. Я вот просто не знаю, как помочь. Если бы что-то дало бы, да, допустим, как на Байкал, когда они написали про Байкал, мы просто забили в колокола, это важно, твоя Родина, это просто, это наш резерв питьевой воды пресной, которая может поить всю планету, я не знаю, там, сколько лет, вот так вот если посчитать. Это очень ценное, ну, как бы для нас, для россиян, да, место. Да, я там, мы забили тревогу, оно как-то хотя бы помогло. А как мы в Китае можем помочь вот этим собакам? Это страшно, конечно. Писал Greenpeace, они по поводу собак молчат. Знаете, почему молчат? Я тоже писала Greenpeace. Потому что они сейчас, ну, китайцы, это правда зло для экологии. Это правда. Это просто кошмар. Потому что сейчас у Greenpeace самая главная задача, они уже написали climate emergency. То есть это сейчас уже то, что происходит, это уже страшный уровень, на который мы вышли. Точка невозврата будет еще 3-5 лет максимум. Пипец нам всем. На имя нашим детям. Так вот, они сейчас работают над тем, чтобы закрыть, чтобы добиться запрета остановки добычи нефти UBP 30 миллионов баррелей они хотят еще добывать. Что убивает мировой океан. Поэтому у них сейчас задача номер один это. Вот. К сожалению, это прям действительно серьезнейшая проблема. Мы едим мясо, и они едят. Но с другой стороны, в принципе, логично звучит. Действительно. Китайцы впустят в Россию, и нам конец. О чем вы говорите? Хуже впустили в Россию. Вы что, не знаете? Господи, посмотрите видео. Он называется Михалков. Никита, да, Михалков? Он очень крутое снял видео. Ну, как бы документальный фильм про деревни наши. Я сохраню эфир. Идите спать. Спокойной ночи. Как это называется-то? Господи. Про исчезновение деревень. Короче, в нашем. Обязательно посмотрите этот фильм. Умоляю просто. Так вот. Он ездит по деревням и рассказывает. Вот. Хабаровский край. Вот как раз у нас там. Откуда я родом? Оттуда. Значит, китайцы. Они. Деревни погибают. С деревней все уезжают. Что такое деревни? Что с речи? У меня брекеты внутренние. Сто раз говорила. Ребят, вам главное то, что я говорю, или как я говорю? Так вот. Не помню, как называется фильм. Я сейчас попробую найти. Я его ставила как-то даже себе в сторисы. Я постараюсь его найти. Ну, Никита Михалков. Деревни надо набрать, наверное, в поиске. Там. Исчезновение деревень или что-то такое. Итак. Он поехал. К нам на Дальний Восток. И. А. Фильм называется «Деревня умирает». Ну, может быть. Не знаю. Не помню, как называется. И там местные люди рассказывают. Китайцы убивают не просто у себя. Они уже приехали со своими химикатами. Выращивают у нас в России овощи, фрукты. Сосед говорит. Я, говорит, иду на работу. Огурцы вот такие. Иду с работы. Они, говорит, уже вот такие. Ну, это вот условно говоря, да, что они там вот таким вот образом выращивают. Потом вся эта химия сливается в озеро. И показывают прямо это озеро. Говорят, вот здесь у нас были рыбы. У нас было живое озеро. Убили за год, за два. Озеро мертвое. Ни одной рыбины нет. Ничего нет. Просто все убито. Вы не понимаете. У меня опять тоже. У меня вот это для меня. Вот сейчас мурашки. Сердце кровью обливается. Какие у нас красивые места. Какая у нас природа, которая просто невероятная. Завайкали. Там, на Дальнем Востоке. Леса. Озера. Просто убили все. Ну-ка. Да, я слышала про эту мусорку. Ну-ка, подождите-ка. Сейчас почитаем. Подождите-ка, ребятки. Столько. Вы знаете про станцию 6? На этой станции в Архангельской области хотят построить свалку московского мусора на Болосе. Будет заражена вся область и Белое море. Я знаю. Я слышала про это. Я слышала про это. Это точно про гурцы. Сосед китайцы. Ничего себе. Я думаю, что надо, наверное, как-то, ну, эту информацию распространять. Я не знаю, кто это строит. Нет, я не говорю про ксенофобию. Я не говорю про один миллиард. Я говорю про уважение. Ну, блин, сука, используют ресурсы, как полагается, как должны они быть использованы. А не так, что мы сейчас нажили здесь в коротком времени, а наши следующие поколения детей просто будут гладать коррозию. Эрозию, как она называется, эрозия, коррозия. Вы видели этот фильм тоже, насколько заражены земли. А на них даже уже сажать ничего нельзя. Они неплодотворные становятся. Им отдыхать надо. А там их залили химию, засыпали настолько, что они уже неплодотворные. На них уже ничего. Наши дети что будут грызть? Интересно. Это страшно. Это так страшно вообще. Бух. Если Путину плевать на нашу экологию людей, давайте выберем другого президента. А может быть, знаете как? Путина тоже винить, конечно, хорошо. Это понятно. А может быть, просто все-таки создать какое-то... Наверное, есть какое-то движение по защите экологии. То есть не факт, что президент должен этим заниматься. Но мы можем... Пошло на Путина, все. Ребят, ну тут, как говорится, это вошли. Хорошо. Давайте так. Окей. Обама поддерживал... Вот это вот у него была программа по поддержке экологии. Какая-то у него была программа. Пришел Трамп, все убрал. Да? Но там настолько много движений, которые все-таки позволяют людям вот это все поддерживать. Да? Все равно люди приходят, люди создают, люди какое-то движение делают. Я вон фолловлю очень много страниц. Там Ocean, Love или как он называется, Океан, как они тоже ездят вообще там на Бали. К ним это вообще не относится. Они едут в Индонезию, они едут в Индию, они едут в Китай. Они убирают этот пластик, который вообще люди не из тех стран. А нам кажется, что, ой, ну ладно, это нас не касается. А что это вы говорите про другие страны? Вы про Россию не думаете? Так а вы не думаете, что планета-то она одна, единая? И надо думать, неважно, где это находится. И за Индию надо переживать, и за Китай, и за все остальное. Для этого должна быть вот... Я написала, что с вами Клинпис-Раша свяжется. Что-то пока никто не связался. Очень бы хотелось, я написала им, как я могу... Вот я им лично написала. Как я могу лично я от себя сделать вклад? Вот что я могу сделать, помимо того, что я там пишу вам комментарии, помимо того, что я это рассказываю? Какой я могу внести вклад, чтобы я была полезна? А они говорят, окей, вам напишут. Но пока не написали, не знаю. Мне хочется, знаете, чтобы это было не просто там... Где-то ты об этом сказал, и ничего не изменилось. Какое-то движение, чтобы было что-то вот какое-то вот... Что-то, понимаете? Денег скажу, да. Ну, не знаю, кто там виноват. Я не знаю, надо разбираться. Вот, 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 Инна пишет, Кузьмина. Мы раньше ходили и леса убирали, да, у озера убирали. У нас были субботники. И я помню, как в школе мы ходили, там, березы красили, да, ну, вернее, тополя у нас, березы-тополя, потому что иначе их там по весне могли съедать, там, мошкара. И мы ходили, белили эти березы, мы ходили уже убирали это все. У нас почему-то сейчас такого нет. Ну, хотя, кстати, я могу сказать, что у нас так чисто. Вот если сравнивать, допустим, даже ту же Францию. Не юг Франции, нет. Вот большие города Париж, Лондон, Милан, там приезжаешь, господи, Нью-Йорк, какой там срач, какая там, какая там грязь, ужас. Просто кошмар. Просто кошмар. Говорит, писка, какая же аппетитная забор денег, я им не верю. Ну, по крайней мере, вы увидите. А я посмотрела, у них вот этот вот такой огромный крейсер «Аврора», практически вот шип такой, вот он плывет, он едет туда, к этой вот нефтедобывающей станции Би-Би, они там что-то делают. Понимаешь, на какие деньги бы они это все купили, и чтобы мешают им. То есть они действуют, я вижу их действия, по крайней мере. Вот я международным организациям доверяю. Нашим не знаю. В Минске очень чисто, я была в восторге просто. Помимо того, что в Минске чисто, там еще и работают все, как они называются, вот эти вот комплексы спортивные. У них все вообще, все, все заводы работают. Ну, как бы, я имею в виду, ничего не разорено, ничего не растащено. Я говорю, вау! Как его называют у вас? Батя, да? Лукашенко, как у вас называют? Какой он красавчик! Прям просто респект! Потому что все работает! Я была просто в восторге, потому что... Вау! Сериал Чернобыль я посмотрела одну серию, больше не нашла. В Чечне часто субботники, правда? Батька, батька! Вот видите, молодцы какие ребятки! Давайте мусор сортировать. Вот еще бы, если бы я вот свой миллиард, я бы обязательно сделала перерабатывающий вот этот вот для мусора. О, Господи, это прям даже как мечта моя, наверное. Мне больше ничего не надо, в принципе. Вот только вот какой-то вклад от себя бы дать, вот сделать. Столько людей у меня есть, да, которые бы тоже, наверное, как-то там пошли, замотивировались бы. Мы бы пошли. Спокойной ночи! Всем идите спать! У нас-то просто... О, у нас уже час! Я думала, у нас двенадцать! Ну, ладно, завтра выходной, поэтому я завтра еще могу поспать, допустим. Чернобыльзом Netflix? No way! Это же HBO! Осетия, тоже привет! А, вот, кстати, сейчас тоже я смотрела. Даже вот эта переработка пластика. Я думаю, что пластик нужно вообще сделать бэм! Просто его полностью запретить. Вот сейчас запрещают одноразовый пластик, а мне кажется, надо вообще пластик запретить. Потому что сейчас там, где в Малайзии, я смотрела, свозят пластика, перерабатывающие вот эти заводы. То есть как бы как? Они его перерабатывают, но отходы-то все равно есть. И вот эти отходы, они свозят в Малайзию. И в Малайзии скидывают это в такими тоннами просто горами. А, помните этот фильм? Помните этот мультик? Монако очень чисто. Помните этот мультик? Вали? Вали. Вали. Как он по-русски-то? Вали назывался? Мы еще не знаем, мы тут про пластик уже говорим. Так вот, этот Вали, это просто вот, к сожалению, наше будущее. Я думаю, что вот это вот прям наше, к сожалению, будущее. Вот такие перспективы нас ждут. Помните этот мультик? Он, Оскар, получил этот мультик. Мой любимый мультик просто. Я его смотрю и плачу. Как можно было такой мультик придумать? Как можно было создать? Буквально без слов. Там даже почти весь мультик без слов. Ну, какой посыл важный? Какой важный посыл вообще? Воду с собой брать или в стекле? Ну, во-первых, можно сделать такие термосочки. Потом вот эти вот... Я Чернобыль посмотрела одну серию, и потом смотрела все интервью. Всех вот тех, кто выжил и так далее. Ну, какая разница? Это уж не смешно. Рассолстение, рассолстение. В космос мы тоже не улетим. Какой-то мультик. Мы просто с каньем здесь. Вы думаете, рак – это просто так сейчас везде, да поголовно? Не просто так. Вообще не просто так. Я бы вот лично первая встала в рядах, чтобы пожертвовать своей жизнью. Вот я бы первая бы сказала. Вот прям стреляйте, убивайте, что хотите, делайте. Но вот те люди, которые абсолютно просто поедают, поедают, используют, вот так вот хап, 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 и ничего в жизни не отдают, истребить половину. Вот извините за то, что я такое говорю. Но вот по-другому никак. Убили просто планету, убили 70% популяции животных за 50 лет, убили природу, убили моря, просто обесточили океан, который просто лишился уже практически всей рыбы. Я бы, честно говоря, сама бы умерла, лишь бы вот избавиться от такого вирусного саранчи, человечества саранчи, которое просто сжирает все на своем пути без оглядок. Ну вот по-другому никак не скажу. Сама бы встала, и вот я бы даже пожертвовала своей жизнью, не пожалела бы ни на секунду. Просто по-другому не скажешь. Потому что мы не заслуживаем жить на такой приятной и красивой планете. Рай, который мы превратили в ад. Так что у меня же прям пульс в голове бьется. Знаете, почему это видно? Когда ты живешь в городе, и ты родился в городе, ты вырос в городе, и ты как бы не видишь, что происходит. Это одно. Но когда ты родился в маленьком городе, проводил в деревнях все свое детство, на природе, в лесах, в реках купался, пил воду из рек. Мы из рек воду пили. Вот так вот шилку черпали и пили эту воду. Она такая была чуть-чуть зеленоватого оттенка, но ни у кого никаких проблем не было. Так вот, сейчас все эти реки, леса, озера, вот вся та природа, которая была, от них вообще ничего не осталось. И если тогда у нас, я помню, когда мы на Шилку, река Шилка у нас там в Чеченской области, идите спать около 5 утра, все. Плыли какие-то по реке какие-то, не знаю, ну что-то плыло, да, типа там, из Какуя прибывала там в Матакан. У нас там деревня была, Матакан называлась. У меня там бабушка жила. За год зерно, Матакан. И мы, вау, кто-то что-то уронил в реку. Это было прям какое-то как событие. То сейчас просто это говно плавает. Я не знаю, я имею в виду в виде пластика и всего остального. Люди даже... Вот, кстати. Помните чемпионат мира? Наш. Самый крутой чемпионат мира был, кстати, надо дать должное хотя бы Путину за это, за то, что такой был крутой чемпионат мира. Это было вообще нереально. Китайцы... Ой, японцы. Как они уходили со стадиона? Помните? Они забрали даже чужой мусор. Вот что говорит о культуре, о воспитании. Как наши уходили, все остальные уходили. Просто все было засрано. И никто даже не подумал, чтобы на ворот у людей просто кидали все на пол. Вот культура. Вот насколько культура. Потом также японцы. Удивительно. Нет, про пластику я буду говорить годами и говорить вообще... Я буду говорить бесконечно про это. Потом, значит, я когда ездила в Апонию, и, значит, идешь на улице, причем в центре города. Удивительная история, ребят. В центре города, днем, в час пик, ты никогда не услышишь ни одного человека, который бы нажал на сигнал автомобиля. Как это называется? Не пибик, но по-русски-то называется гонг этот. Гонг. Вообще тишина. Как они уважают друг друга. Как у них вообще все спокойно, тихо. Ну, то, что они маски носят, мы уже давно знаем. Они абсолютно... Это просто японцы в этом плане. На них вот... На десять голов выше. Я даже не видела такого никогда и нигде. Чистота — это вообще ничего не сказать, какая чистота. У нас чуть-чуть машина не двигалась. Пэ-пэ-пэ. Неважно. Никто не думает, что, может быть, здесь ребенок спит, знаешь, там, может быть, здесь бабушка отдыхает, может быть, там кому-то плохо. И вот эти пибиканье ночью, днем и ночью. Я не говорю только про Россию. Я говорю везде. Вообще везде. Он в Монако... Они там тут жмут по 200, наверное, на дорогах ночью, когда... Дверь открыта, балкон открыт, и они тут гоняют на этих своих Феррари. Они никто не думает о том, что люди, может быть, спят. Здесь много стариков живет. Неуважение жесткое. А как у нас сигналят? Ну, вот здесь в Европе, кстати, так не сигналят. По крайней мере, во Франции. Вот мне что нравится здесь, я вам расскажу. Я помню не раз, допустим, я выхожу из машины, никто же не знает, что у меня в машине, допустим, на заднем сидении сидит ребенок. Ну, там она еще маленькая была. Я выхожу из машины, открываю дверь, начинаю там что-то делать. А что я делаю? Пока мне нужно ее отстегнуть. Потом мне нужно что-то там взять. Потом мне это самое... То есть это занимает, ну, наверное, там минуту, а может быть, даже за минуту с копейками. Потом я беру ребенка на руки, и потом только видно, почему я открыла дверь, и сзади стоят машины, так говорят, ни один не посигналит. Я не знаю, что я там делаю. Просто ковыряюсь на заднем сидении, правильно? Не виду, у меня тонированная машина. И, допустим, если ты вообще остановился, что-то делаешь, тебе никогда никто не посигналит. Они будут ждать пять минут, если надо. Они не посигналят ни разу. У нас в Москве, вот я сейчас видела, таксист нас подвез, а там как бы он повернул направо, и получается, что дорога узкая. И нам надо выйти. И вот он только остановился, уже сзади сигналит. Вот так вот. Вот настолько. Такое неуважение. Однажды я сижу, я рассказывала уже эту историю здесь в Каннах, и сижу на маникюре. Еще тогда я думала, что можно маникюр здесь сделать. Сижу на маникюре. И загорается тут, ну как бы маленькая дорожка, загорается светофор зеленый. И машина не тронулась, ну там первые две секунды. И слышу, динь, динь, динь. А здесь так вообще не делает никто, тем более три раза. Три раза это вообще не знаю, что должно произойти. Это должен быть кто-то, ребенок под колеса должен бежать, чтобы тут три раза кто посигналил. И я поворачиваю голову, думаю, кто-то сигналит. Поворачиваю голову, смотрю, там сидит русский и кричит, млянь, давай, двигайся. Пошел. Я думаю, вау, вау. Это про нас. Я такая же была. Просто в какой-то момент, в какой-то момент, я поняла, что ну это некрасиво, это неуважительно, это неправильно. Но я сама такой была. То есть я не говорю, что вот они такие, а я другая. Но в какой-то момент ты понимаешь, что осознаешь это со стороны, видишь это. И у нас в Талле, конечно, ездить гораздо лучше, чем раньше. Гораздо лучше. Но у нас не дают ни ребенка вынести из машины, так, чтобы не посигналить, ничего такого. Нет вот этого какого-то друг к другу, не знаю, уважения. Может быть, потому что все спешат, но с другой стороны, выезжай пораньше. раз ты спешишь. Ну, короче, как-то так. Да, мне кажется, самовоспитание здесь очень важно тоже. Нам, конечно, этого не говорят, не учат. А еще мы с манцем возмущаемся очень сильно. Раньше, что в школе? Раньше такие были. Надо старших уважать. Помните, да, такие уроки были. Если вы увидели бабушку на перекрестке, помогите ей перейти дорогу, так, я выключу кондиционер, вставал в тех холм. Сейчас, иду. Если вы увидели бабушку, там, переводите ее через дорогу, да, какое-то было вот такое вот, какое-то такое вот, какие-то такие занятия для детей о том, что их воспитывали, какую-то прививали им к культуру. А сейчас у нас это есть? Мне вот интересно в школах. Мне просто интересно. Вы не знаете, видите, у нас в школах есть такое, что вот говорят, что очень важно, наверное, правильно, позитивно думать, очень важно не паниковать. Ну, какие-то такие вот базовые вещи, которые люди должны знать для того, чтобы понимать, как со стрессом бороться в этой жизни. Просто интересно. Ну, в Турции, ладно, турки, они такие. Турки, мне знаете, что сказали, что если вы в Турции будете переходить дорогу, они вот несутся, они даже не остановятся. Они просто не остановятся. Они просто вот ты должен перебегать дорогу, потому что Бешикташ и как это называется, Галатасарай. Я не знаю, почему-то обожаю турков, как вот именно как культуру, а не какие-то такие другие, живые. Идите спать, если вы утром на работу, то вообще бегите спать. Кстати, вы знаете, что, как написал, мне страшно за следующее поколение, сейчас дети другие пошли, они такие осознанные пошли, они уже с другой информацией приходят в этот мир. Вы заметили? Они абсолютно другой информации. Они уже, мне кажется, они как-то добрее, чувствительнее. Я думаю, что у нас издержки 90-х, конечно, повлияли, все-таки, потому что мы были в страхе, мы не понимали, что будет завтра. Мне бы, знаете, что я, о чем бы мечтала? Спокойной ночи. Я бы, знаете, о чем мечтала? Я бы мечтала видеть у нас стариков парами, допустим, которые гуляют за ручку, которые сидят в кафе, могут там выпить чай или кофе. у нас такого нету, к сожалению. Но очень бы хотелось видеть, потому что у нас стариков даже не видно. Их почти нет. Они не выходят из дома. Это вот это страшно. А здесь старики, они живут. Я вот сегодня смотрю, тут строители у нас дом достраивают. И в кафе у нас тут внизу. И вот строители, они в строительской одежде, они пришли, сели, кофе пьют. У нас, если в строитель придет, в строительской одежде кофе пить, во-первых, его не пустят, не обслужат или там на него будут так косо смотреть. И вот так же старички, они такие раз идут. Вот. О, про что я говорила, там кто-то нажимает на газ под окном. Что про Саймона? Кстати, знаете, что я хотела сказать про Саймона? А что калорию Саймона? Он выкладывал видео. Он мне сделал, он мне выравнивал симметрию. У меня была страшная симметрия. Мне когда-то закололи носогубки, как вообще нельзя делать. Девочки, я вас очень прошу, пожалуйста, прежде чем будете что-то колоть куда-то, где-то, подумайте дважды, трижды, потому что потом это все вот такой перекос. Даже до сих пор мне кажется, что одна часть у меня выше, другая ниже. До сих пор. Значит, вот такими колбасами вкладывали вот сюда типа носогубки. А куда складки закладываться? Человек улыбается, у него должна быть складка. Ну, по-любому, да? Ну, я не знала раньше там, типа, носогубки заколол, чтобы морщин не было. И потом они у меня вот так вот все поднялись вот сюда валиками. И вот здесь были вот такие валики. И он по первой профессии скульптор. И он все выровнял. Все, я когда увидела все, думаю, больше вообще трогать ничего не буду. Просто гневить Бога. Но я думаю, он творит чудеса. Он очень талантливый. Очень талантливый, правда. И носогубки он вообще по-другому делает. Он просто вкалывает вот сюда так. И вот так вот нос поднимается. Вот так вот. И все, все пропадает. Вот. Причем два года назад сделал все. И вообще даже не переживаю теперь. Короче, я думала, я бы написала доктору Саймону своему. Написала. Я говорю, скажи, пожалуйста, может быть, мы сделаем гиф вот такой вот. Возьмем доктора Саймона. Допустим, я. Он дружит с футгадом. Это футгад его открыл, кстати. Еще там возьмем пару человек каких-нибудь, чтобы ему это было выгодно. И сделаем конкурс, где победителю он бесплатно сделает процедуры. Ну, то есть, как бы, что там нужно, я не знаю, у кого как. Бесплатно. Он говорит, с удовольствием. Я просто подзабыла, мне сейчас рассказали, очень многие к нему пытаются, ну, мечтают попасть, ему очень дорого стоит, то есть, чтобы все исправить, там, до 50 тысяч долларов он берет. Да не до 50, до 70 берет, там, очень, очень, очень дорого. И вот, я думала, сделать такой гиф, взять, допустим, ну, кто там у нас популярный, там, Бузову спросить, может быть, она захочет, не захочет, не знаю. Ну, Бузова другая аудитория, у него более такая молодая аудитория, девчонки совсем, им не надо, ну, там, Аньку Седокову взять, футгат нереально, он же русский, вы знаете, что он русский, у него маму Галина зовут. Вот. И сделать такой гиф, где людям все, что нужно будет, чтобы у него там подприбавилось девчонок, потому что у нас, он в Лос-Анджелесе находится, и сделать, допустим, 5-6 человек, собрать небольшую такую аудиторию, где мы, русские, допустим, скажем, подписывайтесь на доктора Саймона и выберем победительницу, которая получит бесплатно процедуры у Саймона. Как вам такая идея? Которую себе никто не может, ну, мало кто может позволить. У меня тоже мама Галя, да, и у вас Галя. Да. Он по-русски говорит, ну, вообще с акцентом, ну, да. Уверена, что есть жизнь после смерти. Конечно, есть, моя дорогая, конечно, есть. У меня бабушка умерла, мне так плохо, никогда в жизни так плохо, у него такое, что даже жизни хочется, Яночка, моя девочка. Когда умерла моя бабушка, я рыдала год. Я потом уже поняла, что надо отпустить ее, что у меня самые, самые приятные воспоминания, она столько меня научила. Я рассказывала, как она, допустим, мы же на работу к ней приезжала, она работала на ТЭЦ сторожем. И мы идем по дороге, она такая, ой, какая красивая ромашка. А я еще маленькая была, и я смотрю на пол, я смотрю на пол, а там, ну вот как бы дорога, она такая была накатанная, без бетона. И вот представьте, такая накатанная дорога, пыль, вот такой слой, и растет там три ромашки, вот такой вот, вот такого размера. Она села, стряхнула с нее пыль, так вздула. И говорит, какая красивая ромашка, какая. И она видела красоту просто во всем. Это было просто вот, она была, ну это было удивительно, наверное, потому что те еще, те поколения, которые особенно пережили войну, они умели видеть и ценить вот все то, что ну вот, вот такой вот эту жизнь во всем. Пока, ребят, все идите спать, кому надо спать. И не смогла уснуть, вернулась, сказала. Это смешно. Так вот, она, она видела любовь во всем, вот, и она мне привела очень много. Я потом только поняла с возрастом, осознала, сколько вот, вот той любви она заложила в меня. И потому она для меня была настолько, важна, настолько, настолько вот часть у меня, как будто мое сердце вырвали. Вот. Но с другой стороны, я ее поблагодарила за все, я отпустила ее. И я могу сказать вам наверняка, я не устаю. Нет, мне в WhatsApp пришло сообщение, ты не устаешь? Я не устаю. Когда я отдаю вам любовь свою, я не устаю. И что я хотела сказать, что когда я стала делать всякие медитации, практики, когда я стала работать со своим сознанием, я поняла, что, я не поняла даже, я увидела, как, что значит, вот мое физическое тело, это Виктория Боня. Но моя душа, это не Виктория Боня. Это что-то другое, это вот то, что, скажем так, позволяет Виктории Боня в физическом теле взаимодействовать с физическим миром, с материальным миром. Вот. И когда ты видишь и разделяешь свою душу, которая у тебя иногда прям тело остаётся, а душа выходит, и она, душа, она как сознание, потому что тело в этот момент не существует. И ты видишь то, откуда ты пришёл, именно ту энергию, к которой ты подключён. Как, скажем, твои родные, космическая мама, космическая, когда мой шаман сказал, что космическая мама, у меня вот так вот сердце заколотилось. Я вам сейчас расскажу, по-моему, этого никогда не рассказывала, наконец, под конец расскажу, надеюсь, нам хватит время. Тут я уже не сказала, сколько мы тут болтаем. Последнее расскажу на ночь, чтобы на приятном расстаться. Вот. Мой шаман, вот этот Амар, у него была такая...